Я считаю, что нужно, конечно же, делать демократическую революцию. Демократическое – это значит мирное, безоружие, но массовое. Бесполезно выходить там тысячи человек, сто тысяч человек, тоже бесполезно, нас разгонят. Нужно выходить миллионам, причем решительно настроенных. Нельзя вот так выйти, выразить негодование власти и уйти опять. Вот по поводу негодования. Вот все, чем мы занимались раньше, ну мы, так скажем, оппозиция, это в большинстве своем выражение протеста, выражение недовольства вот этой властью. Да, были яркие, единичные, так скажем, жесткие акции, но они все равно, вот не санкционированные, так скажем, акции, но они все равно выражали какое-то недовольство. Хватит выражать недовольство, хватит критиковать эту власть. Власть нужно менять, смывать ее к чертовой матери. Как ее сделать? На выборах, конечно же, нет. На любых санкционированных властью акциях, будь то выборы, пикеты, шествия, все что угодно, санкционированное властью, не ведет к смене власти. Там за Кремлевской стеной сидят бандиты, политические преступники, развязавшие войну. Сейчас кошмарные ведутся бомбежки в Сирии, до этого ожесточенные действия на Украине, они продолжают вестись. Грузия была, там сидят политические и военные преступники, просто так они не уйдут. Их надо выгонять. Многие спрашивают меня, ну там без оружия не получится. Получится, в 1991 году, в августе, получилось, мы их выгнали, все бархатные революции в Восточной Европе. Затем Прибалтика, Грузия, Украина дают нам пример, как можно прогнать людей, которые засели и не хотят уходить из этой власти. Мирно, массово, решительно. Вот три компонента, которые помогут нам сменить власть. Так что не расстраиваемся, выборы проиграли, идем вперед и думаем о том, что я сейчас сказал. Победим! Продолжение следует...